Питьевая вода в селе Келес Сарагашского района на вес золота. Каждое утро Кульзия Кадырова отправляется за живительной влагой в соседний аул. Без воды еще в поселке страдают более 100 семей. Чтобы обеспечить их питьевой водой, было потрачено 36 миллионов тенге, но в дома она так и не пришла. У нас не то что питьевой, у нас даже поливной воды нет. Я пожилой человек, а до сих пор воду ведрами таскаю. Когда в соседнем ауле речка высыхает, тогда приходится пить талую воду или дождевую. Иногда водовозы привозят воду. Если есть деньги, покупаем. Уже три года колонка стоит. Воды нет. Сколько денег выделили, все, ждем, ждем, воды нет. Мучаемся, сарыков берем воду. Тем временем только в Сарагашском районе среди 165 реализованных проектов по программе Акбулак прокурору насчитали 15 неработающих водопроводов. Оказалось, что специалисты отдела строительства просчитались в анализах подземных вод. Именно поэтому многомиллионное оборудование построили там, где воды давно уже нет. В четырех населенных пунктах построили водопровод, но воды там не оказалось. Аким района допустил ошибки в планировании программы Акбулак. Эту водонапорную башню построили здесь несколько лет назад. Она должна была обеспечить питьевой водой жителей сразу нескольких сел. Но до сих пор живительная влага так и не дошла до людей. Ответственные за реализацию программы Акбулак менялись и не раз. Если раньше обеспечением сел питьевой водой занимался отдел строительства, то теперь программа на балансе районного ЖКХ. Коммунальщики, которые лишь недавно взялись за масштабный проект, могут лишь успокаивать население обещаниями. До 2020 года 80-90% населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой. Чтобы питьевая вода все же дошла, до жителей села Келес из бюджета предусмотрели еще 60 миллионов тенге. На сегодняшний день в Сарагашском районе 154 села. Из них 96 населенных пунктов все еще пользуются привозной водой.